По следам Вадика Белого, куда делся один из приближенных деда Хасана? За последние 10 лет много, что изменилось в криминальном мире. Действующий состав несколько поменялся. В середине прошлого десятилетия воры активно пополняли свои ряды, а сейчас у них действует запрет на коронации. Один из немногих, кто остался еще с тех времен, Вадик Белый. Братский круг. Вадика поставила под номером один в Братский круг, список людей, которым заказан путь в США. Кроме него там еще несколько действующих лиц, о которых мы поговорим в следующих статьях. Почему туда попал именно он, трудно сказать. Возможно, за неимением информации. Все уже, у нас есть как минимум три крупных ресурса, обозревающих преступный мир. Для них это не такая острая необходимость. Не так много преступников из воров перебрались в свое время в США, а Вадик там как раз бывал. Сегодняшний день. Из России Вадик уехал в Дубай. Домой он возвращаться не хочет. Он оставил дома столько следов, что у него есть все шансы попасть за решетку. Учитывая, что по антиворовскому закону, он сколько раз признававший, что является вором, имеет все шансы пойти. Вадик не считает вороство никаким злом. В одном далеком интервью он все время приводил примеры того, что у него чуть не одна из самых важных профессий на свете. Но разумеется, вороство не зря отнесли к десяти заповедям. Ничего хорошего в нем и близко нет. Ох уж эти журналисты. Вадику очень не нравится, когда пишут о нем и его друзьях. Якобы все, что только появляется в прессе, это ложь и воры чуть не святые люди. Нет, критически мыслить это хорошо. Нельзя все подавать на веру. По мнению Белого, никто, в том числе правоохранительные органы, не могут узнать, что происходит за закрытыми дверями воровского сообщества. В то же время, как есть сами воры, желающие поделиться с прессой некоторыми подробностями. Те же правоохранительные органы узнают о новых делах с первых рук. Сам Вадик поведал о некоторых деталях преступного мира. Если он согласился на интервью, то почему этого не может сделать другой вор, открыв чуть больше секретов, но попросив не раскрывать его личность. Вадик, подобно Васе Воскресу, ведет закрытую жизнь. Те же пресловутые репортажи о нем появляются достаточно редко. Возможно, потому что многие истории с его участием просто остаются в тишине. Его можно отнести к группе Шакро Молодого, так как в свое время у них были хорошие отношения. Но осуществляет ли он какие-то активные действия, неизвестно. Падение деда Хасана не отразилось на нем слишком сильно. Его еще называют связным Василия Христофорова. Как действующая единица, его трудно называть номер один среди криминалитетов, потому что во власти он уступает многим. Особенно учитывая, что он скрывается за границей. Но в любом случае, независимо от его номерного знака по шкале влиятельность, одна лишь причастность к криминальному миру, многое говорит о нем. Нельзя создавать проблемы другим людям и при этом оставаться белым и пушистым. Кое-что напоследок. Возможно, воры всякими историями и куполами на спине пытаются сами себя убедить, что они не делают ничего плохого. Но людям, которым приходится по три раза возвращаться домой, чтобы перепроверить закрытые ли двери, вряд ли это послужит оправданием. И это так. Ведь воры не делают ничего хорошего. А мы потом пишем об их поступках. У нас разные побуждения. Мне просто хочется, насколько это возможно, разрушить иллюзорные замки в глазах людей, которые называют меня школьником. Пишут, что меня накажут за неуважение к таким хорошим людям. Но сначала подумайте, вы двери зарываете, чтобы не дуло или потому, что эти уважаемые люди могут прийти и забрать ваш ноутбук и телевизор, ради которого вы трудились на протяжении пары месяцев. Спецотчет корреспондента Евы Меркачевой. Интервью с вором в законе. Российский вор в законе Вячеслав Леонтьев, он же Вадик Белый, настоящая знаменитость криминального мира. И не только потому, что был другом Хасана и Япончика, хоть и предпочитал всегда оставаться в тени. Криминального авторитета знают Интерпол и даже сам Барак Обама. Американский президент включил Белого в черный список представителей ОПГ, угрожающих национальной безопасности. А на днях на самого Леонтьева в Дубае было совершено покушение. Это тут же связали с дележкой империи Хасана. Однако реальность оказалась куда более неожиданной. Да и в распоряжение спецкора ОМК попали фото, где якобы ненавидящие друг друга авторитеты из противоборствующих кланов сидят в обнимку. Зная о нелюбви их брата к журналистам, хотя Япончик, будучи в американской тюрьме, давал интервью, я представилась писательницей, которая готовит книгу о современном криминальном мире. Попросила Белого рассказать о последних сходках, об убийцах Хасана, войне кланов и о том, чем живет и дышит сегодня воровской мир. И самый осведомленный на сегодняшний день представитель воровского Олимпа Вячеслав Леонтьев поведал много интересного. Не удивлюсь, если историю Белого когда-нибудь экранизируют. Очень уж он интересный персонаж, мало того, что яркий блондин, так еще и любит носить белоснежную одежду и ездить на белых броневиках, артистичный, обаятельный, Есенина и Лермонтова цитируют. Но главное, конечно, не это, а то, что Америка считает его самым влиятельным российским вором в законе. Не так давно президент Барак Обама подписал распоряжение номер 13581 о начале нового этапа борьбы с международной организованной преступностью. Речь шла о введении санкций против четырех транснациональных преступных группировок итальянской Каморы, японской Якудзы, мексиканской Лос-Сетос и российского братского круга, кстати, это так американцы перевели слово «братва». В списке братвы семь человек, возглавляет его Вадик Белый. Интересен он тем, что дружил с ныне почившими япончиком и дедом Хасаном. А сейчас он близкий друг вора в законе Шакро Молодого, того самого, которого пророчат в наследнике Хасана и Ровшина Ленкаранского, а этого некоторые считают заказчиком убийства деда Хасана. По раскладам спецслужб Шакро и Ровшан, вроде как из противоборствующих кланов, и тогда выходит Белый и с теми и с другими. Живет Вадик Белый сегодня в Дубае. Принимает тут россиян, которые приезжают специально за помощью и советами. Бизнесмены, чиновники тянутся к нему в надежде, что поможет дела порешать. Помимо этого занимается яхтами и еще бог знает чем. Не лишним будет вкратце рассказать, как оказался Белый на постоянное место жительства в Арабских Эмиратах. В ноябре 2003 года его задержали возле военного госпиталя Бурденко, где он лечился после ранения, полученного в бандитской разборке. В карманах нашли пять пакетиков с кокаином и 33 бриллианта. В отделении полиции Белый проспорил бутылку коньяка одному из оперов. И предметом спора были как раз мы, журналисты. Белый утверждал, что СМИ о нем никогда ничего не писали, а опер нашел таки в интернете статьи с упоминанием его имени. Но коньяк Вадик отдать, по крайней мере лично, не смог. Так что за ним должок, а после нашей статьи о нем, одной бутылкой уже не отделаешься. Если серьезно, то законника московские полицейские передали в руки Нижегородским, поскольку те расследовали уголовное дело о той самой перестрелке, в которой Белого зацепило. Так вот, когда стражи порядка из родного города везли Вадика домой, он разыграл сердечный приступ и скрылся. Потом Белого еще пару раз задерживали, но почему-то отпускали, не предъявив обвинений. Вот он как сам выражается. И поехал пересиживать милицейский беспредел в Дубай. Покинул родину, кстати, без всяких сложностей на границе. Уже после миграции Белого полицейские во время обыска нашли у него дома целый арсенал боеприпасов и арестовали заочно. Вадика объявили в федеральный и международный розыск. Затем его поисками занялся Интерпол. Статья 191 УК «Незаконный оборот драгоценных камней» считалась тяжкой. Белого арестовывали уже в Дубае в 2007 и 2010 годах по запросу России, но документы о вменяемом тяжком грехе Леонтьева так и не прислали, так что его отпустили. Комментарии адвоката Вадима Лялина. Владислав Леонтьев сегодня уже не в международном розыске и не разыскивается по линии Интерпола в связи с отсутствием оснований и прекращением уголовного преследования за камни. В федеральном розыске числится по статье 228 части 1, которая небольшой тяжести и предусматривает наказание в виде лишения свободы максимум до трех лет. Срок давности уже давно истек. Война, которой не было. Мне надоело читать ежедневный бред, начинает Вадик Белый. Разговор мы с ним вели по скайпу, потому как он в Дубае, я в Москве. Кстати, по скайпу сейчас даже сходки проводят, но вообще воры предпочитают общаться вживую. Надоело постоянно видеть сообщения о том, что погибают воры. Белый настаивал, чтобы вор в его речи прозвучала с большой буквы, в знак его особого отношения. Прим. АВТ. Которые и поныне здравствуют, храни их Господь. Такое впечатление, что кто-то хочет запугать обывателей гангстерскими войнами и кровавыми разборками, которые не имели места в реальной жизни. Тому простой пример, вор Равшан. За последние несколько месяцев его резали, убивали по сообщениям прессы минимум раз в неделю. То есть вы утверждаете, что Равшан жив. Он здрав и поныне, чего и другим желает, и прежде всего своим врагам. Никто в него не стрелял. Верится с трудом, ведь факт его смерти подтверждала полиция. И даже говорили, что ему отомстили за смерть деда Хасана. Кто-то навязывает лживую историю о якобы плохих отношениях Хасана и Равшана. Интересно, а кому это выгодно? Я думаю, тем, кто действительно убил Хасана. Равшан был с Хасаном в хороших отношениях. Он вообще очень интеллигентный, воспитанный, глубоко верующий, а значит, осуждающий любое насилие человек. Спросите его соседи-односельчан, каков он, Равшан. И вы услышите множество историй о том, как он помогает простым людям. А сам Равшан как реагирует на то, что СМИ его называют убийцей Хасана. А когда про нас что-то хорошее писали? Нет, мы привыкли. Мы кому-то должны что-то доказывать. Нет, мы должны только своим коллегам по цеху. Все остальное нас не интересует. Объясните мне, обычному человек, почему в принципе враждуют воровские кланы. Что им делить? Комментировать этот бред очень сложно, потому как у воров нет кланов. Как это нет? А знаменитая Коза Ностра, например, выдумка. Вот-вот. Возможно, писаки начитались книжек про итальянскую мафию и перепутали что-то. Воровская семья, вот как мы правильно называемся. А все воры, братья. И на сходке решается, может ли тот или иной человек стать братом и достоин ли воровского имени? Писали, что якобы Хасан лишил ровшина статуса вора. Это просто смешно. Вор рождается и умирает на сходке. И нет ни у одного вора права коснуться чести другого вора, кроме как сделав это на сходке. Вор может сказать многое, но каждое слово он должен обосновать. Хасан ничем не отличался от других воров, и жил он по тем же понятиям, что и они. Про всякие ранги в криминальном мире, это все ерунда полная. Это вам не армия. Все говорят и пишут еще и о Шакро как о некоем конкуренте Хасана. Да они всю жизнь дружили и относились друг к другу с большим уважением. А конфликты и споры существуют для того, чтобы найти истину. И мирным путем. Многие воры дружат друг с другом десятилетиями. И как вы думаете, они забудут все, что они прошли вместе. Мой коллега был на поминках Хасана, и там говорилось о войне. Вот вам охота опять задавать этот бредовый вопрос. Как вы думаете, если люди хотят сделать что-то наказуемое нашим уголовным кодексом, будут ли они обсуждать это в присутствии какого-то репортера? Ну а кто же тогда стоит за смертью Хасана? Убийц нужно искать среди тех, кто хочет, чтобы вернулись кровавые 90-е. Но пусть даже не мечтают, воры этого не допустят. Те, кто говорит о войнах, хотят запугать рядовых граждан и поиметь свои дивиденды, в том числе возможность бесконтрольного расхода денег налогоплательщиков. Им надо как-то оправдывать свой хлеб. Они делают вид, что предотвращают войну. Только какую, непонятно. Кто с кем воюет? Вы знаете, под весь этот шумок каждый называет убийцей Хасана своего врага, желая тем самым сделать ему пакость. А зачем тогда собирали сходку в Дубае с участием трех сотен авторитетов? Не было никакой сходки. Написали, что некая турфирма получила заказ сделать ворам загранпаспорта. Ну можно было чего-нибудь поразумнее придумать. Да у любого вора он есть. Все современные люди отдыхают в Европе-Таиланде. Вот напишут в СМИ. А потом местные стукачи в Эмиратах бегут в полицию с криком. Знаете, что сейчас начнется? Им дают за это деньги, а люди, живущие в Дубае, страдают. Потому что их арестовывают, их выселяют отсюда. Кстати, никакой сходки, возможно, действительно не было. За нее могли принять празднование дня рождения вора Вагона, который недавно писал открытые письма Бастрыкину с жалобами на дубайскую жизнь, гонение и милицейский произвол. Вот интересно, хотели бы остановить слухи, которые муссируются в прессе. А как? Вот произошло недавно очень интересное событие. Стас Михайлов, Валерий Меладзе и Григорий Лепс попросили защитить государство от назойливых папарацци. Лепс даже сказал, что иначе ему придется самому наказывать журналистов и идти в тюрьму. И я спрашиваю, так что нам тоже журналистов бить? СМИ не выдумывают, а получают информацию от правоохранительных органов. Откуда правоохранительные органы знают, что творится в совершенно далеком мире, к которому не имеют никакого отношения? Они же ведут уголовные дела, задерживают таких, как вы. Стоп, стоп, стоп. У них же одна схема – подбросить в карман наркотик и в тюрьму по 228 статье УК. Такое впечатление, что все воры – наркоманы. А если посмотреть внимательно, окажется, что цветущие, крепкие молодые ребята, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Раз уж заговорили о наркотиках, Равшан, по некоторым данным, контролировал наркотрафик из Афганистана в Россию. И как раз против этого бизнеса резко выступал Хасан, на почве чего они ссорились. Это вранье. У воров строгий кодекс чести, и он не позволяет заниматься наркотиками. Какая необходимость была Равшану смешивать свое имя с грязью? Вот вы про кодекс чести. Но разве вору не запрещается иметь семью, бизнес? А у того же Хасана мы насчитали десятки фирм, правда, оформленных на родственников. Неблагодарное дело обсуждать покойных. Что там у Хасана было, он уже ответ перед Господом держит. Жестких требований про семью никогда не было. Как это претит каким-либо устоям о чести и достоинстве? Ну есть у вора семья, и что? Валентин Пикуль очень хорошо описал это. Ни один человек не может запретить вору иметь семью. Но зная тяготы и лишения воровской жизни, мы не можем их взвалить на плечи тех, кто рядом с нами. И не пожалеем ли мы потом об этом? Легче воровской крест нести одному. А как вы относитесь к мнению, что подобные вам люди анахронизм, и каста воров обречена на вымирание? Ты православная? Да. Скажи, кто первый вошел в рай вместе с Иисусом Христом? Вор. Мне нравится одно стихотворение, там есть такие слова. А вора Бог с собой забрал. Одним этапом в рай поднялись. Вспомним древних греков, у них было отдельное божество, покровительствующее ворам. Как ты думаешь, если пять тысяч лет воры существовали, то почему они должны исчезнуть сейчас? Если уж о религии говорить, то вы же девятую заповедь не укради нарушаете. А девятая не прихоть, а профессия моя. Когда господа к кресту прибивали, один из гвоздей украли. Вот и думай. Смотри на все проще. Если бы мы делали небогоугодное дело, терпел бы нас Бог на белом свете. Ну, Бог много кого терпит, в том числе убийц маньяков. Не согрешишь, не покаешься. Раньше вы крышевали бизнес, теперь за вас это делают другие. И вы уже ничем не управляете. Ничем мы никогда и не управляли. Кто-то хочет быть похожими на нас, ради Бога. Но мы никому не навязываем свое. И все-таки вы изначально вне закона, вне общества. Почему вы так думаете? Если бы у нас было правовое государство, то люди шли бы в милицию, а не к ворам. Если кто-то хочет кого-то закрыть в тюрьму, то идут к продажным полицейским. А если ищут справедливости, то к нам. И получается, что никуда не денешься. Бог создал вора, а черт прокурора. Вот Есенин писал о ворах. Мы были ему намного ближе, чем власть его убившая. Воровское братство существовало в Москве с незапамятных времен. И если раньше поэтам было за честь сидеть за столом вместе с ворами, то сейчас думаете по-другому. Вы забываете о том, что наша страна давно живет по понятиям. Что многие наши политики, артисты и певцы, люди из простого народа, и часто приходили со своими проблемами именно к ворам. Хотя некоторые политики потом забывают о добре, о том, на чьих деньгах и с чьей помощью стали состоятельными, и были введены в политический бомонд. Белый крышевал вечного оппонента известного политика Бориса Немцова Андрея Клементьева. Нельзя воспевать воров в песнях, писать о них книги, и не дружить с ними. Возьмите исполнителей шансона или любимого всеми Владимира Высоцкого. Как бы они могли творить, если бы не знали тех, о ком поют и пишут. Возьмите творчество Елены Ваенги, именно она написала большинство песен, которые пела любимая певица воровского бомонда Татьяна Тишинская. Интересно, чем на жизнь зарабатываете? Чем занимаетесь? Каждый день, как Бог на душу положит. Как говорится, каждому дню довольно своих забот. Я много читаю, занимаюсь спортом. За что вы попали в список самых опасных преступников современности, утвержденный лично Бараком Обамой? Список есть, я в нем есть. Но если я совершил преступление, то меня надо арестовать и посадить в тюрьму. В Америке в последний раз я был в 1998 году. И тогда они ко мне претензий не имели. Сейчас я думаю, что это какая-то политическая акция. Самое интересное, что я не понимаю, кому это надо. В Америку я и не собираюсь. А в Россию? Хотели бы вернуться. В какую Россию? В современную не хочу. А вот если у нас когда-нибудь будет правовое государство, я бы с удовольствием вернулся. А что лично вы, человек с такой, прямо скажем, сомнительной биографией, называете правовым государством? Государство, в котором не фальсифицируют преступления. Когда существует буква закона? Если я что-то сделал, посадите. Но если я ничего не сделал, не надо выдумывать и приписывать то, чего не было. Вадик Белый – самый опасный вор в законе для Америки. Вор в законе Вадик Белый, по мнению Газдепа США, является самым опасным вором в законе и угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Это оформлено в подписанном Бараком Обамой постановлении номер 13581, в котором говорится о начале нового этапа с международной преступностью, в частности с братским кругом, так в Америке перевели слово «братва», и так отныне именуют русскую мафию, а возглавляет данный братский круг, состоящий из семи воров в законе, не кто иной как вор в законе Вадик Белый. После опубликования данного постановления Вадик Белый был внесен в санкционный список и объявлен самым опасным преступником русской мафии. Последние полтора десятка лет Вадик Белый постоянно проживает в Дубае, куда он срочно переехал, скрываясь от российского правосудия, объявившего его в розыск по линии Интерпола, и хотя все дела с законом у него урегулированы, он не спешит возвращаться на родину. В Дубае к Белому приезжают воры в законе и преступные авторитеты как за советом, так и для разрешения спорных и конфликтных ситуаций, так как Белый является одним из самых уважаемых и авторитетных воров в законе. В свое время он водил дружбу с такими корифеями уголовного мира, как Вячеслав Иваньков, Япончик, Аслан Усаян, Дед Хасан, Равшан Ленкаранский, которые ныне покоятся на кладбище. Близкое знакомство с Вадиком Белым вышло боком и Григорию Лепсу, его также отнесли к братскому кругу и внесли в санкционный список и запретили въезд в Америку.